Здрасте! Наконец мы с вами получили официальную информацию, которая подтверждает все сливы, которые я показывал в прошлый раз. Ну а разумеется, все это приправлено огромным количеством всевозможных деталей, по типу подробного показа изменений рейтинга, новых скинов, локаций, ну и короче весь полный патчноут, который уже стоит ждать 21 июня. Томить вас не буду, просто не забывайте про лайки, комментарии и прочую блогерскую хренотень, которая помогает в развитии этого ролика. Ну и приятного вам просмотра! Нихера добивание хрена на Фьюза, вообще топ. Ну мне кажется на Ревенанта надо было такое добивание сделать лучше. 21 июня, да, все правильно, угадали. А, блядь, экран не был. Гениально. Стримерский потенциал на нуле, реально. Ля-ля-ля какая. Крутой трейлер, да, Вирс понравился, неплохо. Да, добивание от ОБОЧа. Да, добивание от ОБОЧа. Да, добивание от ОБОЧа. Вот это вот добивание у Фьюза крутое. Ну, короче, вы, блядь, все слышали. Если вы хотите развиваться, то мы должны бороться вместе. Или вы умеете самостоятельно? Ну, теперь точно все. Короче, ладно, давайте по-бырому разберем. Хотя вот разбирать, на самом деле, толком-то и нечего. Вообще все абсолютно то, что мы уже смотрели. То есть, скинчик на Мэгги, скинчик легендарный на этого, на Ишу, на Фьюза. Фьюз мне напоминает персонажа из Марвела, я не помню, как его там называют. Легендарка на лобу, хер пойми, в каком стиле. Кринж, как по мне, какой-то вообще дикий. Максимально упоротый Сир. Опять же, жирнющая отсылка на Пауэр Рейнджерс. Ну, блядь, исполнение, конечно, пиздец. Хорайзен, похоже на Тихоокеанский рубеж какой-то. Что-то в этом духе. Вот эти три, блин. Тригения и вот эти тригения. А, у них еще в руках скинчики есть на рушку. Хаос, это бесплатный вроде должен быть. Хэмлок довольно прикольный. Это же Хэмлок, вроде Хэмлок. И неистовство, но неистовство толком не видно. Тут длинный лук, да, это вроде длинный лук или что-то такое? Лук, но лук какой-то вообще обычный. Больничка Лайфы. Опять же, это я в сливах показывал в прошлом видосе. Это, видимо, эпик на Пата. Это эксклюзивный скин на Лайфу с трейлера с особой анимацией. У нее там Вольт, по-моему, еще тоже какой-то легендарный. Рампорт, она тоже в стиле Пауэр Рейнджеров. Блин, ну смотрится, конечно, две. И ее стилизованный скин на Кар. Это эпик на Гибу. Тут прикольная такая тема. Вот это вот хилящая станция огромная. То есть ты сюда заходишь, и у тебя вот этот огромный дрон, как у Лайфы, да, только он здоровый с таким глазом, он будет прямо на тебя смотреть и будет тебя хилить. Заряд хила отображен на вот этих вот кружках. То есть он по кубику будет исчезать. Соответственно, когда будет на нуле, то хилить уже никого не будет. Вот, видно здесь, он исчезает. Потом контроль возвращается на край света, как я и говорил. Это лавовый сифон. Новая локация будет. Как по мне, локация, конечно, не лучшая. Слишком много вертикального геймплея. Для контроля это как-то не особо круто. Хотя это на любителя уже, но мне конкретно не особо нравится. По-моему, какой-то скин на Мастиф, наверное, тоже. То ли легендарный, то ли Эпик, я не знаю. То ли это обычный вообще. Но там вроде что-то светится, поэтому, по идее, это что-то необычное. Это легендарный лук. Какой-то робот в виде брелка на... Ну, вообще, в принципе, брелок, короче. И Эпик на робота. Вот они, BTS, слева направо. Но это все те же скины. Вот этот упоротый гиба в стиле какого-то колосса. Я не знаю, вот это добивание вообще огонь. Но, опять же, мне кажется, как-то оно Фьюзу немного не подходит. И Скиперу легендарный поближе. Они еще так приходят, но они подобрали вот этот скин. Как будто такой старый какой-то в стиле японских воинов, походу. Что-то примерно в этом задумка была. Тут причем где-то была надпись. А, вот, вот эта вот надпись. Тут Валк, это, понятно, где это Валькирия и ее сокращение. А тут на японском написано Нордстар. Это отсылка к Титану и ее бате. Ну и, наконец-таки, вышел уже официальный патч-ноут. Это не какие-то там сливы-вбросы. Это вот официальный сайт именно Апекса. Короче, давайте пойдем по порядку. Первое, это что у нас? Клиника Лайфлайн. Опять же, все, абсолютно весь обзор данной новой локации. Где она расположена, что в ней будет, какие там особенности. Это все я показывал в прошлом ролике. Ну, а что конкретно поменяли, давайте, собственно, почитаем. Я уже тут немного причитался, поэтому какие-то отдельные там пункты смогу пояснить. Во-первых, в контроле для колорита и сюжетных целей появятся рекламные дроны, которые, конечно же, все равно можно будет сбить. В плане сюжетных целей, возможно, это будут какие-то тизеры. Я видел, там летают дроны с надписью Hammond Robotics и еще какие-то там штуки. По-любому, это как-то будет связано с сюжетом и, возможно, даже 14 сезоном. Но, опять же, посмотрим уже по факту. Улучшение подбора соперников, заполняйте ячейки отсутствующих игроков новыми до начала контроля, во избежание возникновения дисбаланса в матчах. Это круто, почему они сделали это изначально, непонятно. Всевозможные там вкладки, это просто такое небольшое визуальное информационное дополнение, поэтому это, ну, как-то не особо интересно. Предметы коллекционного события пробуждения, это, соответственно, те самые скины, которые, опять же, я показывал в прошлом ролике. Но тут плюс в том, что качество получше. Ну, опять же, как по мне, эти скинчики не мое, не мой стиль. Прикольный, в принципе, Hemlock, но мне это оружие особо не заходит, поэтому как-то без разницы. Ну и плюс ко всему, мне казалось, что там будет 301, но это, оказывается, длинный лук. Ну, скин, конечно, довольно забавный. Разумеется, реликвия Валькирии, ее я тоже от первого лица показывал в прошлом ролике. Но тут, опять же, качество получше, и саму реликвию показали уже без рук Валькирии. Соответственно, можно ее как-то поближе рассмотреть. Система наград, то же самое, легендарный хаос, легендарный лук, и, в принципе, на этом все. Ну, разве что вот еще бесплатно есть один кейс и эмблемки, хотя, ну, эмблемки, это, наверное, тоже довольно на любителя. Магазинчик, тут все то же самое. Кстати, если вы вдруг решитесь потратить кучу денег на реликвию, у меня выходил ролик о том, как сэкономить или как вообще получить реликвию бесплатно, поэтому обязательно посмотрите, чтобы не терять лишние деньги на покупке всего вот этого вот барахла. Дальше у нас улучшение временного режима контроль. Возвращено ограничение по времени в матчах. При возрождении игроки получают полностью готовое спецумение, если оно имелось у игрока на момент гибели. Рейтинг при возрождении теперь снижен с 75 до 50. Это сделано, наверное, для того, чтобы вы не могли очень быстро фармить на высокоуровневое оружие. Ну, посмотрим, как это будет играться. Исправление ошибки, при которой на послематчевом подиуме игроки не были скрупированы по своим отрядам, я думаю, это не особо интересно. Уменьшено время волн возрождения, там, допустим, с 20 секунд до 15, с 12 до 10. Короче, будете спавниться немножко на пару секунд быстрее. Это должно добавить динамики, потому что раньше как-то меня очень сильно подбешивало сидеть по 20 секунд смотреть на карту. Отключено выделение врагов и выделение вражеского транспорта. Зачем вот это они сделали, я, честно говоря, не понимаю. Эта фишка вообще всем, с кем я общался, наоборот, нравилась. И мне, в принципе, тоже. Теперь игроки будут вынуждены убавлять прогресс захвата нейтральной точки. Это значит, что вы теперь не сможете прийти на пустую, не захваченную никем точку и сразу же заполнить ее, соответственно, для своей команды. Вам придется так же само ее, так сказать, деактивировать, как и точку противников. Теперь скорость захвата в заданиях увеличивается в зависимости от количества участвующих в захвате игроков. Это сделано для того, что если ты раньше приходил на точку 1, она захватывалась с определенной скоростью. Если ты приходил на точку там в количестве 10 человек, она тоже захватывалась с абсолютно такой же скоростью. Теперь, соответственно, вы видите, что можно взять 3 зуби, посадить туда 2 тиммейта и точка уже будет захватываться в 2 раза быстрее. Это круто. Турбозарядник хаоса возвращен на фиолетовый уровень. Где он был раньше, я, честно говоря, даже не знаю. Наверное, где-то на золоте, но окей. Теперь игроки в меню выбора снаряжения смогут снаряжать прицелы 3Х, РП и штурмовые винтовки. То же самое с 4.8Х на снайперские винтовки. Хорошо, теперь снайперов будет, видимо, еще больше и стрелять они будут на еще большей дистанции. Это все уже полные мелочи. Единственное, что это обновлена логика возрождения во избежание возрождений игроков рядом с вами. Господи, ну и формулировка. Круто, но посмотрим, как это будет сработать по факту. Далее у нас идет обновление арсеналов АМС. Недолго же они просуществовали. Исправлена уязвимость, благодаря которой игроки могли метать гранаты или использовать спецумения Эш, чтобы проникать в промежуток в текстурах крыши арсенала. Это так называемая дырочка, в которую можно было прокинуть все вот-вот выше указанное. Ее залатали, и на этом спасибо. Исправлена ошибка, при которой невозможно было планировать после использования телепорта под арсеналом. Я, честно говоря, с этим не сталкивался, но да ладно. Трезубцы больше не могут приземляться на крыше арсенала. Раньше это использовали для того, чтобы поставить трезубец прямо сверху, поперек телепорта, точнее не телепорта, а джампада. И противники, которые там лутались и хотят покинуть, соответственно, опасные вот эти арсеналы АМС, в которых их уже ждут. Они вылетали, стукались головой об днище трезубцев и, соответственно, оставались внутри. Их просто закидывали тонны гранат, ну и, в общем, не особо им кайфно там было. В волне 8 удалена награда Голд Лут Роллер. Голд Лут Роллер это золотой шарик, из которого выпадал, если мне не изменяет память, золотой нокаут чит, золотой рюкзак и золотой шлем. Зачем они это сделали, не понимаю. Видимо, респаунам показалось, что слишком много лута как-то выпадает из этих арсеналов АМС. С учетом того, что в ящиках очень часто спавнятся просто патроны, не говоря уже о том, что дальше там еще и их понерфят, но об этом чуть-чуть попозже. Не знаю, короче, странное изменение, прям я не понимаю, зачем они его брали. Уменьшена вероятность получения модификации в системе умной добычи. То есть базовая вероятность получения модификации составляет 50%, а вероятность золотых 20%. Они и так там не то чтобы часто выпадали. Да, ты мог там взять какой-нибудь хаос и практически гарантированно получить турбозарядник. Сейчас же, я так понимаю, это будет дикий рандом. Проще будет, наверное, взять лобу и где-то на карте этот турбозарядник искать. Зачем, опять же, это сделано с учетом того, что все вот эти арсеналы АМС расположены на каких-то открытых локациях, где тебя постоянно кто-то будет кипеть, кто-то будет поджидать, рисковать ради того, чтобы получить несколько пачек патрон и какой-то мизерный шанс там более-менее нормальных обвесов. Как по мне, это уже немножко на жопу не натянешь. Ну, единственное последнее нововведение или изменение, называйте, как хотите, союзники за пределами арсенала больше не получают умную добычу. Если вы один будете убивать всех спектров или, возможно, вас будет двое, а третий тиммейт где-то там бегает хрен по мигде, на него не будет по окончанию спавниться ящик с его ником, который вы не сможете без него открыть. Это пофиксит все проблемы с тиммейтами, которые вылетели, с тиммейтами, которые играют некомандно. 301-е неистовство, как я опять же говорил в прошлом ролике, уберут из крафта. Вместо них засунут ведомый и кар. Очереди у крафтилок, судя по всему, будут просто бешеные. Теперь у всех на старте будет ведомый. Не знаю, как это, конечно, воспринимать, но да ладно. Вне границ. Оружие и способности теперь будут убираться при срабатывании положения вне границ, только если игрок находится на земле. Как я понял, это имеется в виду как раз-таки, когда вы залетаете на какую-то там местность, на которой нельзя стоять или что-то в этом духе. Окей. Боцик теперь со своей золотой модификацией будет получать трехкратный рейнджер прицел. Мираж теперь может использовать приманки повторного использования полета валька. Этот баф, наверное, просто, я не знаю, пикрейт миража отправит куда-то в космос. Это то, чего мы ждали все эти три года. Лайфлайн, как я и говорил, опять же, получит все те бафы. Все подтвердилось. Возможность отмены реанимации перемещена с самой лайфы на реанимируемого игрока. То есть, если ваша тупорылая лайфа начнет вас резать и перед вами стоит враг, который, очевидно, вас будет убивать, вы можете отменить и воспользоваться нокаут-щитом. Это круто. Сколько же, блин, тиммейтов умирало от того, что какой-то дурик на лайфе их резал прямо в открытом поле. Размер лечения увеличен со 150 хп до бесконечности, но скорость сохраняется, понятное дело, такая же, то есть 20 секунд. Получается, 20 секунд дрон лайфы может теперь хилить всю карту, да, то есть весь сервер придет к одному дрону, и он сможет их захиливать на протяжении всего вот этого времени. Ну и, плюс ко всему, радиус зоны увеличен вдвое. Припасы, то бишь ульта, откат с 5 минут до 3,5 уменьшен. Посмотрим, насколько это поможет лайфе вообще в жизни. На панели модификации теперь будет присутствовать аккумулятор-щита вместо двух ячеек-щита. Не знаю, насколько вот это вот уже хорошо, потому что мелкие банки это тоже довольно нужный лут. Не говоря уже о том, что с другой части дропа очень часто этот аккумулятор тоже спаунился. Ну да ладно. Теперь при начальном сбросе припасов голубой луч будет отсутствовать. Луч по-прежнему будет появляться после приземления припасов, но с учетом того, что эти припасы залутывают максимально быстро, не все заметят, когда этот луч появился, когда он исчез. Не знаю, насколько это повлияет, конечно же, на лайфу, но в принципе изменения, как по мне, довольно разумные, довольно грамотные, поэтому остается только смотреть на практике. Дальше у нас край света вместо бури и олимп. Исправлены последние кольца, заканчивающиеся лечением. Я так понял, что это имеется в виду какие-то вертикальные зоны, где два сквада находятся в разных положениях, и они никак не могут дойти из-за зоны друг до друга. Соответственно, кто кого там переиграет, зависит тупо от того, кто кого перехилит. Кольца более равномерно распределяются по карте на Олимпия. Визуала никакого нет, поэтому что-то об этом говорить я не могу. Ну и наконец-таки, наверное, самое ожидаемое, это обновление рейтингового режима. Сброс этапа, во-первых, будет более щадящим. Это имеется в виду сброс рейтинга вашего после выхода нового сплита. Он был 6 дивизионов, теперь он будет 4 дивизиона. Если я правильно понимаю, раньше с даймонда вас сбрасывало куда-то там на золото 2, да, или что-то в этом духе, теперь будет сбрасывать на золото 4, ой, точнее это, платину 4. Стоимость участия будет на 10 поинтов снижена во всех дивизионах и всех категориях. Соответственно, если раньше вы там платили где-то 36 поинтов за какой-то ранг, да, за вход в какой-то ранг, то теперь будете платить 26. Глобально, я думаю, это ничего не поменяет. Потом респавны провели глубочайшую аналитику и выяснили, что команды, которые будут прям очень много фрагов делать, они по итогу получат на 40-60 поинтов больше. Ну и тут у нас уже есть более подробная табличка с тем, что было и с тем, что будет. Если вы будете делать от 1 до 6 фрагов, процент останется тот же. От 1 до 3 100, от 4 до 6 80. Но вот уже от 7 до 9 вы получите 60, а не 20, от 10 до 12 не 20, а 40. И 13 плюс от 20, ну до 20 вообще нифига не поменялось. Даже если взять вот эти вот этапы, да, от 7 до 12, давайте вспомним, какое количество людей вообще в рейтинге, да, тем более на хай рангах, на том же даймоде или хотя бы на платине, регулярно делает вот такое вот количество фрагов. Ну вот серьезно. Мне кажется, среднее число, какое-нибудь среднее, не особо нагибучие команды, это вот от 1 до 3. По большей мере боятся как-то там отыгрывать. Да и как показывает практика, 4 и 6, ну даже вот для меня в рейтинге, это в принципе уже довольно приличное число, даже если ты играешь командой. Вот это вот никаких изменений не претерпело. В чем смысл вот этого, вот я не совсем понимаю. Наверное, каким-то задротам будет проще апать того же предатора. Наверное, каким-то твинкарям будет проще быстрее бустить кого-то. Но в целом для игры, мне кажется, ну как-то это особо меда не добавит, так сказать. Больше ОП за убийство игроков в более высокой категории. Имеется в виду, если вы, допустим, платина и убиваете какого-нибудь даймонда, вы получите на 50% больше модификатора убийства. Я еще понимаю, если ты на платине убиваешь какого-нибудь даймонда, но тут теперь две категории. Если ты убиваешь на платине мастера, ты также получаешь на 50% больше по сравнению с предыдущим. И самое угарное, если ты на платине убиваешь предатора, то себе все так же дают на 50% больше, чем раньше. Разработчики, вместо того, чтобы сказать, что вы не будете попадаться с кем-то там выше одной категории, говорят, что ну теперь как бы за убийство предатора вы будете получать не 200%, а 250%. Но мне кажется, им кто-то забыл уточнить, что обычно если платина попадается с предатором, то это предаторы убивают платину, а не платина предатора. Дальше у нас идут всевозможные там исправления ошибок. Тут вообще ничего интересного, поэтому мы даже затрагивать не будем. Тупо баги-лаги какие-то. И то не факт, что это что-то там пофиксит. По рейтингу мне очень интересно конкретно ваше мнение. Пишите его в комментариях. Но от себя могу сказать, что в целом, кроме как каким-то фуллстак задротом, которые играют там максимально сплоченной командой, это не повлияет вообще никаким образом. Никаким образом не облегчит жизнь простым работягам. Я думаю, что в общем и целом рейтинг будет играться примерно так же, как он и игрался до этого, к счастью или к сожалению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова